Всем привет, друзья, у меня для вас две новости, одна хорошая, другая плохая, начнём с хорошей, коронавирус побеждён, это чистая правда, да, это не хайпа ради, действительно побеждён, и вот плохая новость заключается в том, что, к сожалению, побеждён он пока не у нас, пока только в Японии, но вот на этой неделе японцы заявили, что всё, коронавирус они победили, у них перестали люди заболевать этой болезнью, да, с чем я их и поздравляю, но сейчас остановимся новым подробнее, реальная журналистика, рубрика «Коротко о главном», сегодня поехали! Начну с весёлого, как на это отреагировали российские пропагандисты, всякие разные недоэксперты, в частности, Попова, наш главный государственный санитарный в рай, слушайте, она такой пурги дама нанесла, я думал, я слышал в этой жизни всё, но нет, те бредни, которые понесла она, я это услышал, думаю, мама, ради меня обратно! Короче, по сути, что сказала Попова? Она сказала, вы знаете, там у них был какой-то повреждённый штамм, и вот этот повреждённый штамм, то есть, грубо говоря, вирус сломался, вот из-за того, что он сломался, он пожрал сам себя. Ребята, я вот большего бреда, повторюсь, ни разу в жизни не слышал, да, ну, это что-то из разряда, были демоны, но они самоликвидировались. Хватит! А демонов-то и нету! Хотя, вы знаете, не удивлюсь, что найдутся люди, обязательно такие найдутся, которым вот эти вот городки Поповы очень даже придутся кстати, потому что такие люди, они не любят обычных, простых, понятных аргументов. Вот я пытаюсь всегда что-то объяснять на пальцах, пытаюсь всегда руководствоваться логикой. К сожалению, люди бывают разные, огромное количество людей, они вот больше поверят бредням Поповой, хотя бы потому, что она, типа, главный государственный санитарный врач, включать голову такие люди не научились, но мы попробуем, я сейчас попробую ради них это сделать и попытаюсь разобрать эту ситуацию, ну, совсем на пальцах, что произошло. Ну, во-первых, да, начнем издалека, что сегодня предпринимаются, какие меры предпринимаются нашими чиновниками, они почему-то называют эти меры антиковидные, запретить, не пускать, ужесточить, самоизоляция, нерабочие дни, сейчас вот QR-коды и так далее, и так далее, и так далее, в Японии всего этого не было. Ну, там просто негде самоизолироваться элементарно, они живут на трех вот таких вот малюсеньких островах, которых даже на карте-то не видно, поэтому им просто, они на головах друг у друга сидят, им просто негде самоизолироваться, вот негде, поэтому у них всех вот этих ограничений не было. И выздоровели они, а я считаю, что они выздоровели, да, добившись естественным природным образом вот того самого коллективного иммунитета, про который нам очень любят рассказывать пропагандисты, только природного коллективного иммунитета. Еще раз, да, они живут, вот их страна очень маленькая, три острова. При этом население страны 126 миллионов человек, оно сопоставимо с населением Российской Федерации. А вот теперь самое главное. Дело в том, что на каждом из нас, может это легко проверяется, зайдите сейчас в Яндекс, в Гугл, посмотрите, на каждом человеке живет до трех с половиной килограммов всяких разных бактерий. И это не только вредоносные бактерии, как любят рассказывать пропагандисты, есть еще и полезные бактерии, которые нас защищают, в том числе от всяких разных заболеваний и вирусов. И вот когда мы находимся в социуме, когда мы друг с другом общаемся, мы обмениваемся этими бактериями. Что, подозреваю, в Японии и произошло. Из-за того, что они не самоизолировались, они ввели обычный образ жизни, они обменивались этими бактериями. Да, вот кто-то, у кого-то сильнее иммунитет, у кого-то послабее иммунитет. А то встретились два человека, пообщались, попили кофе. И тот, у кого иммунитет посильнее, передал вот этому человеку свои вот эти вот бактерии полезные, которые и его тоже защищают. Он пообщался, пришел на работе с третьим, с четвертым человеком. Также передал эти же самые полезные бактерии ему. И вот так вот по цепочке за полтора года у них удалось добиться вот этого устойчивого природного иммунитета. И все, и не надо придумывать никакого бреда, да, что вирус сломался и самоликвидировался. Ну, вирус-то ведь не сумасшедший, в отличие от Поповой. Это не автомобиль Жигули, который может сломаться. Вирус, он живой, он может мутировать, но сломаться он не может. Вот что, подозреваю, случилось в Японии. А нам бы неплохо было как раз вот перенять их вот этот вот опыт. Почему все эти Поповы сейчас страдают? Потому что они же прекрасно понимают, я думаю, вы тоже уже заметили, что чем больше происходит вот этих вот ужесточений, тем хуже становится картина. Вот много раз говорил, ну, еще раз повторюсь здесь и сейчас, да, нам с вами с детства говорили, что нужно, чтобы человек был здоровым. Нужно. Во-первых, больше гуляйте, говорили нам. Занимайтесь физкультурой. Старайтесь больше двигаться. Бегайте, прыгайте. Если вы там не в состоянии бегать, прыгать, ну, если вы человек в возрасте, то тоже каждый врач всегда говорил, ходите. Вот выходите каждый день на прогулку и совершайте определенное количество шагов. Да, обязательно проводите время на природе, может быть, где-то в каких-то парках, если у вас нет загородного приусадебного участка. Что мы наблюдаем в случае с этим коронавирусом в действиях наших властей? Они сказали, нет, это все не надо, это все неправильно, да, и летом дошло до того, что не просто людей посадили по домам, да, Собянин все парки, например, в Москве позакрывал. Вот человек мог куда-то прийти, москвич, подышать свежим воздухом, там и так немного этих парков. Собянин позакрывался в парке и сказал, нет, сиди в квартире, дыши пылью, наблюдая за вот многокилометровой пробкой, которая у тебя под окном ежедневно, и дыши вот этой дрянью, которую выбрасывают эти автомобили. Не надо тебе никуда ходить, не надо тебе дышать свежим воздухом, соответственно, мы и заболели. Или вот другой пример, давайте приведу. Мы знаем, да, что в той же Швеции, например, заболеваемость коронавирусом очень низкая, смертность вообще нулевая, то есть и так было всю пандемию. То есть, почему, да, у нас тут, казалось бы, есть коронавирус, а у них там что? Он у них там низубствует? Кстати, есть даже классное пахальное видео, это случилось в эфире Первого канала, по понятным причинам я не могу этот видеоролик здесь показать. Боюсь, что ребятишки мне страйк пришлют за нарушение их авторских прав, но, в принципе, это видео есть у нас в Телеграм-канале, ссылку оставлю в описании, вы сможете его посмотреть, там как раз фрагмент эфира программы «Время покажет». Это вот программу, которую мерзкий вот этот недодесантник Шейнин ведёт. Суть перескажу, значит, они вывели напрямую связь женщину из Швеции. Да, пропагандисты же они всё время врут, они уже оттуда разучились совершенно проверять информацию, они совершенно ни с кем не разговаривают до эфира, чтобы понять позицию человека. И они надеются, что вот в эфир выведем, а там уже вывернем, как получится, то есть склоним к вранью. Но женщина оказалась не робкого десятки. Когда начали ей рассказывать, ведущие, то что у вас там ужас-ужас, у вас там мега страшные ограничения и бла-бла-бла, женщина сказала, нет, про то, что у нас тут ужас-ужас, я узнал только что от ваших редакторов. У нас на самом деле не всё так печально. Более того, у нас нет никаких ограничений, они не выводятся. Она стояла в торговом центре, повторюсь, да, и говорит, вот я сейчас нахожусь в торговом центре, вы видите, очень много людей туда-сюда ходят, то есть никого ни в чём не ограничивают. Маски мы носим только по желанию, поэтому какая Сорокова на хвосте эти сказки привезла. Короче, пропагандисты пытались выкрутиться из ситуации, но в конце концов просто увели её из эфира, там посмеялись, что типа просто живёт Швеция и ничего не знает. Вот вам простой пример. И вот я в тот момент задумался, а почему? Вот смотрите, Швеция и Россия, мы примерно в одних и тех же широтах находимся, то есть у нас примерно одинаковый климат, но я имею в виду большую часть России. Значит, у нас примерно одинаковый иммунитет у нас и у шведов, поскольку живём примерно в тех же широтах, примерно в тех же климатических условиях. Почему они не болеют, а мы болеем? И вот вы знаете, до меня дошло, что единственный вывод, который напрашивается, это безграмотные действия наших властей. Вот эти вот все ограничения, они только приводят к росту заболевших. И вот я уже объяснил, на примере природы, свежего воздуха, что нас заставляют жить, дышать пылью. Болеют в основном в крупных городах, где-то в маленьких посёлках, в селениях, в деревнях люди так не болеют. Буквально вот вчера с Антоном Хардиным рассказывал, разговаривал, он сам из какой-то идеи, он говорит, ну, события мирового масштаба, в райцентре два человека ковидом заболели за полтора года. Два человека. Вот, это о чём и речь. Что не дома надо пылью дышать, или действительно вести здоровый образ жизни. Это первый момент. И второй момент. Мы с ними как-то упускаем из виду, что все эти ужесточения, они имеют под собой какую-то такую скотскую подоплёку, подоплёку скотского отношения. То есть, над нами измываются. Эти люди у нас запуганные, затюканные, зашуганные. Каждый день над ними измываются. Вот он пришёл на работу, у него там начальник уже орёт. Иди, вакцинируйся, или я тебя уволю. Иди, вакцинируйся, или я тебя оштрафую. Он там пришёл в магазин, у него охранник с кулаками налетёл. Почему ты без маски? Он зашёл в троллейбус, его вытолкали из троллейбуса, потому что он опять без маски. Или потому что он чихнул, или потому что он может быть не очень здоровым выглядит. Все остальные на него набросились. И вот человек, он пребывает в постоянном стрессе. Разумеется, когда человек пребывает в постоянном стрессе, его иммунитет снижается. Это же понятные простые и понятные вещи. Вам любой студент-медик об этом скажет. Даже не нужны никакие медицинские светила. Вот эти все скотские меры, они приводят к тому, что мы расшатываем собственный иммунитет. Мы ломаем своё здоровье. Поэтому то, что мы болеем и умираем, и то, что мы сегодня находимся в лидерах по числу заразившихся и по числу смертей в лидерах на планете, за это нужно спасибо сказать только нашим чиновникам Голиковой, Поповой, Гинсбургом, пропагандистам и прочим халуям, которые над нами измываются и тем самым уничтожают нашу нацию. Пример обратного. Вот я вам привёл. Пожалуйста, вам Япония, где коронавирус уже побеждён. Пожалуйста, вам Швеция, где нет никаких ограничений. У них там эпидемии нет. Вот и всё. Переваривайте реальная журналистика. Коротко о главном. Спасибо, что вы слушали. Пока-пока. Пока-пока.